Субтитры делал DimaTorzok И в попытках произнести его название полностью, скорее всего, дождь пойдет Да, если что, это одна из возможных на него цен Я, кстати, не соврал, сказав то, что он может стоить как целая консоль Потому что у меня версия на 1 терабайт, а есть еще на 2 И вот что-то я очень сомневаюсь, что для PlayStation 5 его кто-то захочет брать Как, возможно, многие из вас знают, 15 сентября для PlayStation 5 Наконец-то вышла необходимая прошивка, которая разблокировала слот для расширения памяти Формально его разблокировали даже в июле месяца Но только в рамках бета-тестирования и только для 6 конкретных стран Среди которых России, ясное дело, не оказалось Эх, Sony, такие, блядь, Sony Вот, то есть, как выставлять нам цены за игры по европейским стандартам При наших-то зарплатах, это, блядь, всегда, пожалуйста А вот как опробовать прошивку пораньше, до выхода официальной Так они сразу... Хуй себе! О, такой! Спросите, что я делаю? Я воду лью Хорошо Короче Причины, почему слот для SSD был программно заблокирован, были, на самом деле, еще понятны с прошлого года Связаны они были с риском перегрева самого SSD Собственно говоря, по этой же причине много чего было пересмотрено в конструкции самой консоли Потому что сами комплектующие, исходя из прошлых новостей, они тоже грелись будь здоров Непонятным было лишь только одно, как именно этот SSD мог перегреваться То есть, это, скорее всего, кривые обновления Возможно, Sony хотели избавить потребителя от необходимости докупать к нему радиатор Или модель с радиатором Потому что даже если всмотреться в слот, куда вставляется сам SSD То можно увидеть, что внутри вообще нет никаких обрешеток для хоть какой-то циркуляции Чтобы вентилятор, ну, хоть как-то мог в себя загребать излишки тепла Уж тем более, мне не до конца понятна идея вот с этой металлической пластиной Ведь, по сути, она, ну, практически препятствует выходу тепла Об этом я задумывался еще зимой А буквально недавно одна компания под названием Sabren Даже представила свою альтернативную крышку Которая, по сути, является одним цельным радиатором Что, как бы в теории, да и, скорее всего, на практике Уж точно могла бы обеспечить лучшую теплопроводность Беда только в том, что ее сейчас вообще негде купить Когда она появится, и уж тем более, сколько будет стоить, непонятно до сих пор Какого черта все вот эти виллы с охлаждением заранее не предусмотрела сама Sony? Непонятно, 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 неясно, непонятно Я думаю, что ответ мы уже никогда не узнаем Да и, если честно, уже даже как-то насрать Потому что данные SSD в своей PlayStation 5 я гонял на протяжении почти месяца Каких-либо ошибок, связанных с перегревом, у меня до сих пор не было ни одного Ну и надеюсь, что в будущем не появится тоже Блять, ну, сука И вот так каждый раз, постоянно, когда я что-то начинаю делать Все подряд мне тут начинают наяривать Да, алло Я тебя ведь зарежу Я тебе ебальник набью Я уже договорилась За тобой едут, блять Последний понедельник нахуй живет Я, блять, не понял, это вообще кто? Убью нахуй, понял? Проститутка, блять, черная жопа Женщина, вы, блять, себе что позволяете? Жопа у меня белая, это раз Во-вторых, вы, походу, реально номером ошиблись Убью нахуй, пазла, блять Понял? Это что за нахер сейчас вообще был? Блять СМС-ка, ну-ка Ах вот оно что Сказать нормально, конечно же, не судьба Че? Интеграция Я последний понедельник, черт возьми, жить не хочу Я, как человек, который в последнее время меняет телефоны уже чуть ли не раз в год Иногда просто не могу обойтись без некоторых программ Но согласитесь, каждый раз переносить свои данные вручную С этого натурально чокнуться можно, не иначе Но благо, у нас существует Mobile Trans от Wondershare Эта прога помогает экономить кучу времени Так как супер быстро переносит данные с одного телефона на другой Просто подключайте оба девайса к компу по USB Жмете на кнопочку и поехали Есть фильтры по типам файлов, например, чтобы не гонять лишний гигабайт фоток и видео Конечно, Mobile Trans умеет еще и создавать резервные копии вашего девайса Чтобы хранить их на компьютере или в облаке Уж там они точно не потеряются А с помощью WhatsApp Еще одной софтины от Wondershare Можно перенести все данные из WhatsApp При переезде с Android на iPhone Историю переписки, видосы, фотки, вложения Можно даже не подключаться к компьютеру Если иметь специальный USB OTG адаптер А просто соединить два телефона одним проводом А если все-таки что-то потерялось Либо носитель оказался поврежден Восстановить данные можно с помощью Recoverit От тех же разработчиков Ссылки на проги я оставлю в описании Переходите и будьте железны Уверены в сохранности ваших файликов и коточек Момент с распаковкой я, наверное, пропущу Потому что, объективно говоря, ничего интересного там нет Коробка как коробка Предлагаю сразу перейти к самому интересному К SSD Собственно говоря, вот так он и выглядит вблизи Только гляньте на эту крошку Маленькая да удаленькая И это не пустые слова, ведь ее максимальная скорость чтения Достигает до 7 гигабайт в секунду Скорость довольно огромная Очевидно, что подобная производительность Будет провоцировать высокие температуры А чем выше температура, тем сильнее снижается скорость Для этого тут и предусмотрен радиатор Чтобы энное количество градусов радиатор Перенимал на себя и рассеивал все это тепло Путем естественной циркуляции в вашем ПК Да, сейчас будет довольно важное уточнение Данный SSD вообще предназначен для ПК Причем не абы какого, а довольно современного С наличием в материнской плате разъема PCI-4.0 Ибо если его вставить в разъем PCI-Express 3.0 Его скорость просто упрется в потолок этого разъема То есть станет меньше в два раза В моей материнской плате PCI-Express 4.0 К сожалению отсутствует Поэтому на ПК объективные тесты максимальной скорости Уж тем более температур Показать вам я не смогу Так что извиняйте Можно также обратить внимание, что SSD имеет маленькую подсветку сверху Теперь-то уж точно нет сомнений, что накопитель у нас геймерский Наверное плюс 10 фпс игре он точно даст Ну а если серьезно, нахрен она нужна Уж тем более в таких горячих деталях Для меня, если честно, загадка Суть не в том, что она может подогревать SSD Хотя, к примеру, вот на моем старом диске Которому уже больше двух лет Подсветка именно это и делает Из-за нее общий нагрев возрастает примерно градусов на 5-7 А в случае с этим Она скорее от самого нагрева радиатора может быстро перегореть Дай бог, конечно, если этого не произойдет Но честно, это все равно бред тот еще Может давайте мы еще провода с вами будем продавать с подсветкой, а? Че за фигня? Блять! Суть, я думаю, вы уловили Western Digital SN850 был сделан для ПК Говоря уже о PlayStation 5 Что мы сегодня и будем разбирать SSD с консолью просто совместим Но официально не поддерживается Даже если рассмотреть упаковку со всех сторон О консоли нет ни единого упоминания Большая ли это проблема? По большому счету нет Потому что требований к SSD для PlayStation 5 всего два Минимальная скорость чтения 5,5 гигабайт в секунду И обязательное наличие радиатора И если вы решили, что последний это лишь повод вытрясти с покупателей бабки То некоторые долбоебы тоже так подумали Однако по итогу вот что у них всплывало во время игры Отвечу на вопрос А есть ли тогда официальные SSD от Sony? Пока что нет Но насколько мне известно, они в разработке В прошлом месяце почти сразу, как из бета вышла прошивка Sony заанонсили одну модель под брендом Next Storage Вот какие там будут характеристики Однако, когда они выйдут, уж тем более сколько будут стоить Непонятно пока ничего Хотя учитывая, что характеристики там будут немножко напобаще Возможно выйдет так, что они будут дороже Одно известно наверняка В этом году их точно ждать не стоит Однако, если уж и до конца мусолить нюанс насчет радиатора У покупателя возникает справедливый вопрос Можно ли на нем сэкономить? Например, купить самый обычный SSD с нужными характеристиками А радиатор купить где-нибудь отдельно? Можно! Это вполне грамотное решение Скажу даже больше Я бы сам так сделал, если бы SSD на обзор мне не дали Тем более, что у Western Digital есть модель без радиатора С абсолютно аналогичными характеристиками И стоит она, ну на порядок дешевле, чем то, что у меня сейчас Но! Выбирая радиатор, тут тоже легко можно наебаться Потому что отсек в PlayStation 5 Это не бездонная дырка, как у вашей бывшей Радиатор должен быть определенной высоты Если он будет слишком высокий, вы не вставите заглушку А если решитесь ее не ставить, то белая боковая панель тоже не закроется Дам одну такую рекомендацию Когда летом я просматривал обзоры бета-прошивки на западных ресурсах Почти все, приобретая обычные SSD, покупали к нему вот такой радиатор И в целом ни у кого не было проблем Их, кстати, даже не обязательно с Китая заказывать У нас их тоже можно отыскать И наценка на них не такая уж и большая Это если к сведению Итак, приступаем к установке Ставим консоль на бок, приводом к верху Если у вас Digital версия, у вас все то же самое Нам нужно снять правую панель С той стороны, где расположены порты подключения и питания Немного отгибаем уголок И аккуратно давим крышку в левую сторону, чтобы она съехала Все просто и незамудренно Учитывая то, что конструктивно данные крышки являются кастомными Их снятие на гарантию не влияет вообще Гарантия придет хана только если вы начнете разбирать то, что предоставит вам доступ к основным комплектующим Вот и необходимая заглушка для SSD Откручиваем ее и аккуратно, слегка под углом устанавливаем наш накопитель Обратите внимание, что с противоположной стороны разъема есть болтик и специальная шайба Она нам нужна в качестве подпорки Не вздумайте без нее фиксировать SSD, вы сразу же погнете контакты и поломаете их Теперь спокойно все собираем в обратном порядке и подключаем консоль Если SSD совместим, то консоль предложат отформатировать накопитель Важное уточнение, убедитесь то, что у вас стоит самое последнее обновление Иначе перед запуском консоль посчитает диск как посторонний модуль и откажется его считывать Соглашаемся на форматирование, а один хрен там ничего не было, кроме моей порнухи Ну ладно, теперь мы видим то, что консоль рассчитала скорость чтения примерно в 6,5 гигабайт в секунду В целом это нормально Нажимаем везде далее и видим то, что накопитель успешно инициализирован и консоль запустилась Спасибо, блять, тебе большое! Года не прошло, теперь память можно нормально расширить Итак, давайте теперь зайдем в настройки и глянем, что у нас по доступной памяти Весь ли объем в нашем арсенале, либо у Соньки опять в жопе заиграть что-то там забрать под свои нужды, нет Весь объем памяти в нашем распоряжении, значит выделенного раздела в основном SSD будет более чем достаточно А еще это означает то, что встроенный SSD у PlayStation 5 он в любом случае будет задействован Так как основному накопителю для последующей потоковой декомпрессии файлов нужен отдельный чип-декодер под названием Kraken И этим же объясняется, почему мы не можем сохранять видео и фото из игр на сторонний SSD Для PlayStation 5 основной SSD это буквально все Консоль сильно зависима от этой детали И если в будущем она, не дай бог, выйдет из строя Пересесть на сторонний SSD и накатить на него систему просто не получится И я очень сомневаюсь, что подобное можно будет исправить последующими обновлениями В лучшем случае подобную хитрость могут заиметь лишь новые ревизии консоли И то не факт Ну что ж, давайте протестируем разницу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В основном такой момент он задействован только в эксклюзивах То есть есть игры, которые способны прогружать новые локации Или куски этих локаций не просто быстро, а буквально в режиме реального времени Хорошим примером, кстати, мог бы подойти новый Ratchet & Clank Но так как самой игры у меня нет, обойдусь пока вот этой Это у меня сейчас стоит Returnal В этой игре эксперимент, он конечно будет мало чем отличаться от тестов, показанных ранее Но увы, это пока лучшее, что я могу показать Returnal это у нас рогалик, построенный из нескольких биомов Этот портал нас как раз перенесет в следующий И на встроенном SSD загрузка обычно занимает буквально секунду-две Точно не помню, так что давайте проверим Ну от двух до трех секунд примерно То есть довольно быстро То есть это все, это новая локация Она конечно не открыта, ее придется открывать Но опять же, видно, что прогружается она быстро Теперь давайте-ка мы с вами игру перенесем на наш новый SSD Да Ох ты Ну вот, можете заодно обратить внимание, что перенос игры происходит довольно быстро Так, кое-как я добежал со второго раза Повторяем действия Вообще ничего не поменялось В принципе, даже не удивительно как-то Но все равно хорошо Итого, что мы имеем Мог бы я советовать приобретать вот такой SSD накопитель для PlayStation 5 Мгновенный ахуй через 3, 2, 1 Нет Приобретать именно этот SSD накопитель для PlayStation 5 Это бред тот еще Как и было сказано ранее, данная модель Она предназначена именно для ПК И суть ее даже не в характеристиках А в самом исполнении данного накопителя Да, у него есть радиатор Ну радиатор, во-первых, фирменный Красивенький, я бы сказал Который вряд ли захочется куда-то прятать Более того, у него есть еще подсветка Светка, много ли среди вас тех, кто захочет доплачивать за подобные плюхи И впоследствии прятать их вот за такой здоровой крышкой Адекватный человек, я думаю, вряд ли так сделает Я этот SSD не покупал Говорил я это или нет, уже не помню Его мне дала сама компания для обзора В принципе, наверное, это и так было очевидно Но по-хорошему, надо было попросить, скорее всего, самый обычный А радиатор, уж хренас два, я бы докупил сам Тем более, что его установить тут никакими запредельными навыками владеть не надо Хотя и нужно понимать, что ты покупаешь А я имею в виду габариты радиатора Если бы разница в цене была бы ну хотя бы тысячи три Ну или край четыре Возможно, на все эти свистоперделки еще можно было бы закрыть глаза Самое главное то, ради чего я SSD и просил Все возможные проверки на совместимость он прошел на отлично Скорость, что очевидно, особо лучше не стала Но она и не стала хуже Внутри самой консоли себя накопитель чувствует более-менее нормально Ну, если критических ошибок не возникало Получается, что все условия внутри консоли его полностью устраивали Не дает мне лишь только покоя, одна мысля Окей, SSD это такая деталь, которая рано или поздно под воздействием температур и своей работы Она может выйти из строя Вот этот, если с ним что-то случится лет через пять, шесть или семь Его можно будет спокойно заменить Но вот что делать, если в стройке придет хана? Как я и говорил, она распаяна В случае ее поломки ты ее хрен заменишь просто так Тебе придется менять полностью всю плату И очевидно, что стоить она будет не 10 тысяч рублей и не 20, а скорее всего как целая консоль Взять тот же Xbox Да, эта консоль у нас тоже не без подвоха SSD у нее находится буквально в жопе всей системы Разобрав консоль, гарантии сразу придет пиздец Да, хотя к тому моменту гарантии так, наверное, не будет Однако в любом случае его заменить будет гораздо реальнее И скорее всего стоить он будет значительно дешевле, чем приобретение той же самой карты памяти Так как сам накопитель слабее этого почти в три раза А еще вспомните S-версию, где из 500 доступных гигов пользователю доступно только 360 Не кажется ли вам, что продавать эти самые карты памяти по цене как вот такой вот накопитель Это, мягко говоря, развод Остается лишь только надеяться, что Sony рано или поздно выпустит какое-нибудь обновление Чтоб систему можно было аварийно перекинуть на какой-нибудь сторонний накопитель Возможно, что-то поменяется с выходом новых ревизий Либо с выходом версии Slim или Pro Если они вообще будут, ну скорее всего будут Так много вопросов и так мало ответов Ладно, хоть одной проблемой стало меньше Остальное нас, по идее, мало должно касаться Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»